В Москве состоялась Арктическая комиссия. С докладами выступили Дмитрий Рогозин и глава Минтранса Максим Соколов, который рассказал о комплексном развитии Северного морского пути. Также было сделано несколько заявлений. Например, в России рассмотрят вопрос о создании единого закона об Арктике. Сообщили и о том, что Артур Членгаров возглавит научно-технический совет при Арктической комиссии. А министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров доложил о разработке проекта легкого многоцелевого самолета, адаптированного к условиям вечной мерзлоты. Интересы Ненецкого округа на заседании представил губернатор Игорь Кошин. По его словам, только общими усилиями всех арктических субъектов удастся решить стратегические задачи государства в Арктике. В рамках работы Госкомиссии по Арктике Ненецкий округ предложил поддержать комплексную программу добычи и переработки углеводородных ресурсов континентального шельфа доразведку территорий на предмет углеводородов, модернизацию и поддержку арктической авиации. Регион готов заниматься строительством полноценного порта Виндиге, провести реконструкцию аэропорта и взлетно-посадочные полосы в Амдарме. Но все это должно стать частью большого федерального проекта по развитию Северного морского пути, где Ненецкий округ может стать одним из ключевых игроков. Также стало известно, что более 200 миллиардов рублей пойдут на освоение Арктики. Три четверти из федерального бюджета – остальные деньги частных инвесторов. Такое решение принято на первом заседании Госкомиссии по развитию самого северного макрорегиона страны. Как заявил глава Госкомиссии Дмитрий Рогозин, на протяжении сотен лет Арктика рассматривалась как сырьевая периферия. Промышленность, социальная и экономическая инфраструктура этих территорий сейчас сильно отстала от остальных регионов. Большая часть средств будет потрачена на разведку и добычу минерально-сырьевых ресурсов. Уже известно, что для обеспечения связи на арктических территориях будут запущены четыре новых спутника. В Архангельской области начнут работу два индустриальных парка. Российские верфи получат крупный госзаказ на строительство ледоколов, а задача авиаконструкторов – разработать пассажирские самолеты, которые смогут взлетать и садиться на ограниченных площадях. Ледоколы начали спуск льда из устья Северной Двины в Белое море. Это делается каждый год, чтобы не допустить наводнения в Архангельске во время весеннего паводка. Портовые ледоколы капитан Евдокимов и капитан Чапаев начали колоть ледовые поля в Корабельном и Мурманском рукавах речной дельты. Предполагается взломать лед также вверх по реке примерно на 70 километров, что уменьшит угрозу формирования заторов. По данным Севгидромета, погода благоприятствует ледокольным работам. Ветер южных направлений будет способствовать выносу колотого льда в Двинскую губу Белого моря, которая уже полностью очистилась от льда. На акватории порта Архангельск основной естественный их доход ожидают 23-25 апреля. Искусственный спуск льда в преддверии ледохода в районе Архангельска стали проводить с начала 70-х годов. С тех пор город не знает разрушительных наводнений. Легкие транспортные самолеты для Арктики появятся в России через несколько лет, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на первом заседании Государственной комиссии по развитию Арктики. Сейчас ведутся работы по легкому военному транспортному самолету Ил-12 и его арктической версии. Через 2-3 года он появится. А также Ил-114, который находится в завершающей стадии проектирования. Раньше этот самолет выпускался в Ташкенте, сейчас его производство переносит в Россию. Полное импортозамещение проведено. По словам Рогозина, уже заканчивается ресурс у авиации, которая способна летать в условиях Арктики. Это старые самолеты семейства Антонова. На смену им должны прийти новые самолеты семейства Илюшина. Развитие получит и вертолетная техника, способная обслуживать шельфовые платформы. Это прежде всего доказавшая свою неприхотливость и уникальную работоспособность в Арктике Ми-17. Говоря о наземной технике, Рогозин выделил арктические мотоциклы, принятые на вооружение воздушно-десантных войск, а также квадроциклы и снегокаты от компаний «Русская механика» и «Веломоторс». Для Арктики будут делать однолыжные снегоходы по типу «Буран», но современных комплектующих эту технику однозначно ждут в регионе, подчеркнул зампредправительство. В Санкт-Петербурге прошла межрегиональная лига КВН «Балтика». Сборная КВН Ленинского округа с триумфом возвратилась в родной Наринмар. Веселые и находчивые стали вторыми. Это была 1-8, теперь команде «Нао» предстоит выступить уже в четвертьфинале. Он состоится в середине мая. Что касается последнего выступления, то наши ребята обошли соперников из 22 команд. Результат впечатляющий. Ведь сборная округа состоит из тех, кто играет за разные команды Наринмаром. Но веселые и находчивые сумели сыграться и показали великолепную программу. Отдельные спасибо участники команды сказали своим болельщикам. За выступлением наблюдало немало Наринмарских зрителей. Это тоже на самом деле очень значимо и для жюри. И вообще очень сильно влияет на оценки, когда есть группа поддержки. Поэтому на Наринмарских было очень много людей. Было очень приятно всех видеть. Командный дух чувствовался. За его плечами тысячи километров вдоль побережья Ледовитого океана. Путешествие в отдаленные уголки округа и даже попытка найти снежного человека. Известный полярный путешественник, педагог и мастер по народным ремеслам Филипп Ордеев готовится к юбилею. Вот, пожалуйста, палатка, рюкзак, посох, календарь, котелки. Общий вес этих моих экспонатов для похода без продуктов, без одежды где-то 13-14 килограммов. Точно выверенная масса рюкзака – одно из засловий успешного путешествия. Филипп Ордеев помнит, как в полярной экспедиции газеты «Советская Россия» их отряд избавлялся от лишних вещей. 11 тысяч километров от Чукотки до Кольского полуострова на собачьих упряжках. Чтобы увеличить ежесуточный пробег, пришлось выкинуть спальные мешки, лишнюю посуду и топливо. Спали на снегу, эти навыки пригодились в последующих путешествиях и снаряжения для выставки. Выставка очень уникальна. Она настолько многогранна. Тут столько разных предметов, и это все раскрывает характер человека. Если попадет в тундру, то он сможет выжить в этих условиях в тундре, потому что он знает, как это делать. Он знает, как найти животного по следам, выследить. Страсть к новому интересному. Из детства Филипп Никитич вырос в семье оленеводов через декачевий и стоянок. Родную тундру изучил вдоль и поперек, затем перешел на масштабные расстояния. В одиночку на собаках и оленях прошел всю Камчатку. В составе экспедиции на мотонартах и мотоциклах проехал от Карского до Каспийского моря. Участвовал в международном пробеге по Норвегии, Финляндии и Швеции. А однажды с приятелем отправился на Ямал искать снежного человека. Некоторые старые люди говорят, что вы не занимаетесь этим. Если вы увидите, вы со страху розы в сердце получите. Турлой говорит, мы не знаем и не можем сказать. Потому что это... Параллигию нельзя такое рассказывать. Увидеть Йети так и не удалось, зато легенды были привезли много. Сохранение культуры коренных народов – еще одно хобби Флеба Ордеева. Так он возродил изготовление ниньских бубнов. Сегодня они звучат на площадках округа России и мира. Его изделия из кожи, кости и меха этнографически выверены. Пожалуй, на этом построена его креда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...